Каким образом человек может быть оправдан Богом? Каким образом грешник может получить оправдание? Ответ очень прост, друзья дорогие, и он заключается в следующем. Лишь только через Иисуса Христа и посредством того, что Он совершил на Голгофе, то есть на Голгофском кресте, только через Иисуса Христа мы обретаем гармонию с Небесным Отцом и получаем право на жизнь вечную и на место в Небесном Царстве, в Его обителях. Множество людей сегодня задаются тем же самым вопросом, тем же вопросом, какой имели слушатели апостола Петра в день Пятидесятницы, читающие слово «знают», что нам делать, мужи и братья? На что они получили ответ? И апостол Петр дал им ответ следующего содержания. «Покайтесь, и да, крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов». Читающие Библию, знайте, что это написано в Деянии апостолов во второй главе, по-моему, 36 стихом. Незадолго после этого, обращаясь к слушателям, апостол Петр снова говорит «Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Это уже в третьей главе Деяния апостолов написано. Покаяние включает искреннее сожаление о грехе и полный разворот от грешной прошлой жизни, которую человек имел. Человек никогда не смог отречься от своего греха, если он не увидит весь ужас греховной жизни. До тех пор, пока грешник не отвратится от греховной жизни, от прошлой жизни, он не увидит реальных перемен в своей жизни, как бы он ни старался. К сожалению, не все понимают настоящую природу покаяния. Многие сожалевают о совершенном грехе или совершенном грехе. И даже внешне показывают это лишь только из-за боязни иметь какие-то страдания или нести наказание за это. Человек склонен плакать и сожалевать о наказании, которое он несёт, но не о самом совершенном грехе. Вспоминаю молитву Давида, псалмопевца, после того, как он согрешил и его искреннее глубокое покаяние осадиланным. Его молитва была не только о прощении осадиланным, но также о чистоте сердца. Помните, как он молился? Говорит, когда я молчал, обветшали кости мои от ежедневного стинания моего. Затем он говорит, но я открыл тебе грех мой, обращаясь к Богу, и не скрыл беззаконие моего. В 31-м псалме написано. Сердце чистое сотвори во мне, Боже. В другом месте он говорит. И дух правый обнови внутри меня. Там же в 50-м псалме он говорит. Библия не учит о том, чтобы человек сначала менял свою жизнь или совершал покаяние, а затем приходил к Богу. Наоборот, наш Господь учил наоборот. Он говорил, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Это в знаменитом его обращении в Матфея в 11-й, 28-м стихе. Покаяние возможно только посредством Духа Святого. И призыва Иисуса Христа написано, «Се, стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой». В Откровении в 3-й главе написано. Наш Господь – это источник всякого доброго порыва или желания, которые возникают в нашем сердце. Он даёт нам силы, и силы не только противостоять каким-то грехам или искушениям, но также побеждать грех и это искушение. Осуществляется это посредством молитвы и пребывания в Слове Божьем, то есть в Библии, чтения Слова Божьего. Все наши желания о сердечной чистоте находятся в Его истине. Любое осознание нашей греховности – это свидетельство того, что Дух Святой работает в наших сердцах. Христос должен явиться как Откровение грешнику, как Спаситель, умерший за грехи всего мира и непосредственно за наши грехи и преступления. Когда мы верою видим и принимаем Спасителя как Агнца Божия на кресте Голгофы, умершего за нас, тогда Таинство Искупления начинает открываться нашему сердцу. И Его любовь и милость ведет нас к покаянию. Как я отмечал чуть выше, Дух Святой занимает в этом процессе огромную роль, даже основную роль. Грешник может отвергать Его любовь, то есть любовь к Христову, и многие делают это. Он может противиться Его призыву или обращению, но если он принимает приглашение и приходит ко Христу, лишь только тогда Ему открывается путь спасения. Лишь в этом случае, подойдя ко Кресту Голгофы, то место, где Христос положил свою жизнь за нас, мы обретаем жизнь вечную, имеем право на древо жизни, чтобы войти в город воротами, как говорит Писание. Будьте благословены. Продолжение следует...